Здравствуйте! В эфире канала «Россия» итоговая информационная программа «События недели». Правительство России выделило дополнительные средства на финансирование мероприятий по комплексному развитию сельских территорий. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. Планируется, что за счет федеральных средств при софинансировании из республиканского бюджета в Карачаево-Черкесии будет организовано водоснабжение села Псемен в Уропском районе в ауле Инжи-Шчукун. Будет построен и введен в действие водопровод в западной части аула Хабес и Сары-Тюс, а также будет капитально отремонтирована Сары-Тюсская школа. Средства выделены в рамках федерального проекта «Современный облик сельских территорий», который входит в государственную программу комплексного развития сельских территорий. Важность этих мер всегда подчеркивает президент. По итогам 25-го Петербургского международного экономического форума он дал поручение о выделении дополнительных средств на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий. Подписано распоряжение, которое позволит повысить качество жизни в деревнях, селах и городских поселках еще в шести регионах. В Псковской, Ростовской, Рязанской и Самарской областях, в Карачаево-Черкесии и Якутии. Там будут построены или обновлены водопроводные сети, дома культуры, детские сады, школы и ряд других объектов. Приобретен необходимый транспорт. Такая работа будет продолжена и в других субъектах Российской Федерации, чтобы людям, живущим в сельской местности, были доступны все необходимые услуги. Карачаево-Черкесия входит в десятку регионов лидеров по реализации программы догозификации. Жители республики подали 2615 заявок на подключение своих домовладений в рамках данной программы. Из них к 1630 домовладениям подведена сеть, в 528 домах газ уже подключен. Социальная газификация – одна из приоритетных задач «Единой России» и ключевое направление народной программы, которая отражает запросы людей и напрямую влияет на качество их жизни, заявил председатель комитета парламента Карачаева-Черкесии по местному самоуправлению Исмаил Качиев. Он отметил, что это важный структурный проект, цель которого к 2030 году – довести уровень газификации в регионах до 83%. Напомню, подать заявку на социальную догозификацию можно через абонентские пункты «Газпром» газораспределения «Черкеск» на портале «Госуслуг» и через отделение МФЦ, а также с помощью портала «Единого оператора газификации». Узнать условия можно и по телефону горячей линии 8 800 101 00 04. Звонок бесплатный. В Главном управлении МВД России по СКФО состоялось заседание Общественного совета ведомства с участием приглашенных представителей Карачаева-Черкесии. На мероприятии были подведены итоги деятельности Общественного совета в первом полугодии. Начальник окружного полицейского главка Сергей Бачурин поблагодарил каждого из общественников за большой вклад в формирование правосознания граждан и социальной активности, укрепление открытого диалога полиции с институтами гражданского общества. На совещании Сергей Бачурин вручил медаль Главного управления МВД России по СКФО за заслуги почетному гостю Азреталию Баташеву, секретарю Рубского регионального отделения Всероссийской партии «Единая Россия». Азреталий Хамидович также был отмечен медалью Координационного центра мусульман Северного Кавказа. Хочу отметить, что работа общественного совета в первом полугодии была плодотворной и интересной. Совместными усилиями многое удалось сделать. Организованы и проведены мероприятия, нацеленные на повышение престижа полицейской службы, пропаганду законопослушного поведения, совершенствования правовой культуры населения. Традиционными стали встречи со студенческой молодежью, учащимися в субъектах округа, с которыми вы проводили лекции, семинары и конференции по различным тематикам. Такая практика, безусловно, направлена на укрепление открытого диалога с институтами гражданского общества, а также способствует росту социальной активности и правосознания граждан, повышению роли общественных объединений в пропаганде правоохранительной деятельности. Летний день 11 августа 1942 года вошел в историю республики как один из самых трагичных. В этот день началась оккупация Карачаева-Черкесии немецкими войсками. В это время в Тиберде находились на лечении тяжелобольные дети. 54 ребенка нацисты умертвили в душегубке и расстреляли лиц еврейской национальности. На территории обелиска, посвященного этому событию, сотрудники Следственного комитета провели траурный митинг. Подробности смотрите далее. Так сложилось, что вспоминая ужасы Великой Отечественной войны, мы говорим об убитых солдатах, военнопленных, истреблениях и унижениях мирных граждан. А ведь можно выделить еще одну категорию безвинно пострадавших. Это дети. Мы сегодня собрались на памятники, который был поставлен в память о детях, погибших от рук фашистских нацистов. В августе 42-го в Тиберду ворвались передовые отряды немецких войск и горные стрелки элитной дивизии Эдельвейс. Фашисты сначала уничтожили взрослых евреев, заставив тех выкопать большую яму, согнали в нее всех, расстреляли и слегка присыпали землей. После поступил приказ грузить больных детей в герметично закупоренную машину. 54 полураздетых ребенка, страдающих костным туберкулезом, свожили в кузов машины один на другого. Машину отогнали в лес, где она простояла около часа. Тела удушенных газом больных детей впоследствии были сброшены в Тибердинском ущелье. С тех пор минуло 80 лет. Мы, жители республики, сотрудники следственного управления, чтим память об этих невидно убиенных детях, в честь которых, в памяти которых, нынешний памятник, на котором мы сегодня находимся, установлен. Все будем очень надеяться, что в дальнейшем на наших землях, да и во всем мире, такие события никогда не повторятся. Следственный комитет по Карачаево-Черкесии взял под свой патронат обелиск. В преддверии трагической даты сотрудники следственного комитета по Карачаевску при поддержке администрации города отреставрировали памятник, покосили траву и убрали мусор на всей территории. В траурном митинге принял участие руководитель следственного управления, генерал-майор юстиции Николай Щепкин, а также председатель союза ветеранов следствия республики Умар Лагучев. Мы должны помнить об этих невинно убитых детях, о тех людях, которые сражались против фашистских захватчиков, которые освободили нашу Карачаево-Черкесию. Офицеры Следственного комитета России, ветераны следствия, сотрудники Росгвардии и администрации возложили цветы к обелиску и почтили память минутой молчания. Мурачен Кьюзов, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева-Черкесия, Тиберда. На одном из аварийно опасных участков автодорог республиканской столицы прошло выездное комиссионное совещание, инициированное госавтоинспекцией Карачаева-Черкесии. Представители регионального Минпромторга Упердор-Кавказ вместе с полицейскими изучили возможность обезопасить 7-километровый отрезок трассы Лермонта в Черкесск. Подробности в сюжете корреспондента Артура Мхце. Несколько лет назад аварийная обстановка по улице Шоссейной мало чем отличалась от того, что было на других автодорогах региональной столицы. Однако после капитального ремонта федеральной трассы Лермонта в Черкесск количество происшествий здесь значительно увеличилось. До проведения капитального ремонта автодороги Лермонта в Черкесск, а именно в 2019 году, произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 7 человек получили ранения различной степени тяжести. После окончания всех ремонтных работ с начала текущего года произошло 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых 5 человек погибло и 15 получили ранения различной степени тяжести. Госавтоинспекторы Карачаев-Черкесии, обеспокоенные аварийной напряженностью участка трассы 78-го километра по 85-й, инициировали выездное комиссионное совещание, на которое были приглашены представители регионального Минпромторга и Упрудор-Кавказ. На месте стороны детально изучили обстановку и постарались найти оптимальный вариант решения проблемы. Так, на одном из участков имеется небезопасный съезд на территорию. Её собственник оставил без внимания ямы, которыми усеяно дорожное покрытие. Помимо укладки асфальта, здесь предполагается упорядочить движение транспортных средств, чтобы не создавать помехи передвигающимся автомобилям, а также снизить скоростной режим. Там камера фото-видеофиксации уже установлена. Там просто окончание скорости. А здесь, скорее всего, будем закрывать. А закрывать почему? Потому что не обеспечена безопасность. Здесь не видно, которые отсюда выезжают. Не видно, кто едет оттуда. Участники выездной комиссии оценили и возможное влияние вводимых ограничений на работу расположенных поблизости предприятий. Однако в приоритете всё равно останется обеспечение безопасности дорожного движения. Раз наши автомобилисты не научились передвигаться по трассе с разумной скоростью, им это придётся сделать в принудительном порядке. Артур Мухце, Алибастанов, Вести, Карачао, Черкесия. Сейчас реклама, после продолжим выпуск. Субтитры создавал DimaTorzok Я занимаюсь исследованием и лечением боли, острой хронической, связанной с заболеваниями отверно-двигательного аппарата. Не терпите боли. Мы знаем, как вам помочь. Клиника управления болью на базе клиники Сити. Мы можем вам помочь. Ангстрем, Ангстрем. Хочу перемен. И новую мебель. Всё в современном стиле. Капсульная коллекция мебели Ангстрем – это единый стиль в каждой комнате. Ангстрем. Дом меняется, жизнь обновляется. Вас приветствует Пермь. На связи Севастополь. Южно-Сахалинск. С вами гостеприимный Нальчик. Архангельск. Калининград. Курган. Город-герой Смоленск. Астрахань. Ставропольский край. Теперь приглашает телерадио-журналистов, режиссёров, операторов, обозревателей газет и репортеров интернет-изданий принять участие в юбилейном 25-м Всероссийском патриотическом фестивале средств массовой информации «Щит России». Конкурс пройдёт с 9 по 13 августа. Подробная информация на сайте www.щит-дефиз-россии.рус Сегодня в Пятигорске проходит открытие одного из крупнейших грантовых форумов страны – Машук-2022. В этом году он приобрёл статус всероссийского. Благодаря этому он пройдёт наравне с такими масштабными событиями, как территория Смыслов и Таврида. По словам исполнительного директора, форум впервые состоится в очно-заочном формате. Параллельно с первой и второй сменами будет идти цифровая. Сегодня наша съёмочная группа работает на официальном открытии форума. Подробности смотрите завтра в наших информационных выпусках. А высокогорный молодёжный форум «Махар-2022» практически завершает свою работу. В нём принимает участие более 100 молодых людей. Большинство заявленных проектов направлены на развитие студенческого туризма, творческих инициатив. Также для всех участников подготовлена образовательная программа с активным досугом. О том, как живут участники самого высокогорного форума и в каком формате будет проходить защита проектов, узнавал Алихан Лепшоков. Высокогорный молодёжный форум «Махар-2022» в этом году собрал более 100 участников из различных регионов Северного Кавказа и Южного Федерального округа. Впервые здесь будет проходить Всероссийский конкурс защиты молодёжных проектов. Насыщенная образовательная программа проходит по направлениям как студенческий туризм, креативной индустрии, молодёжная политика и проектный менеджмент. Эксперты, которые являются представителями Росмолодёжи на образовательных лекциях, подробно рассказали всем участникам форума о тех сферах деятельности, где молодые люди смогут реализовать свои идеи. По словам дирекции форума, большая часть молодых ребят приехали сюда уже со своими проектами и готовы их презентовать. «Направлений номинаций 15, они все стандартные для Федерального агентства по делам молодёжи. И вот если у нас, грубо говоря, 100 участников, из них почти половина приехали с проектами. То есть, если мы сравним это с другими грантовыми площадками, мы считаем, что это достаточно высокий показатель в процентном соотношении поданных проектов. И в этом году у нас был большой конкурс на участие в форуме. Более 300 заявок поступило от желающих принять участие». Помимо образовательных площадок на форуме «Махар-2022» очень хорошо налажен активный досуг, различные спортивные игры и туристические походы на нарзанные источники и по живописнейшим местам ущелья Махар. В эти жаркие летние дни участники форума активно посещают айрон-бар, где могут попробовать традиционный утоляющий жажду напиток айрон. Для участия Всероссийского грантового конкурса молодые люди активно готовятся, консультируясь у экспертов. «Сегодня мы с ребятами обсуждали публичную защиту. Я рассказал им секреты, которые им помогут подготовиться к этой защите, чтобы они в течение трёх минут могли максимально эффективно рассказать о своём проекте, чтобы мы, как эксперты, смогли его оценить, узнать самые сильные и самые интересные места этого проекта. Вообще очень много проектов в сфере туризма. Сейчас молодёжь очень сильно ориентирована на развитие именно досуговой формы деятельности. Молодёжный туризм, он вообще как явление в России только-только развивается». Форум «Махар» с каждым годом преображается, и эти места нас очень привлекают, отмечают участники. Здесь есть все условия для получения не только полезных знаний, но и для приобретения новых друзей, знакомства с историей Карачаева-Черкесии. Важно отметить, что форум «Махар-2022» проходит в рамках празднования 100-летия республики. У меня с моим двоюродным братом есть проект по обустройству спортивного комплекса, постройке спортивного комплекса, где будет играть в футбол в нашем селе родном. «Организованность на высшем уровне, за это похвала это реально на уровне сделано. Так-то я не на многих форумах был, это мой второй такой крупный форум на уровне». Дома, скорее всего, нет таких форумов, где было бы так много именно традиций, жизнь в горах, атмосфера, люди другие, другой менталитет. И это очень прекрасно, поэтому мне очень сильно нравится «Махар». Победители конкурса смогут получить хорошую грантовую поддержку для реализации своих идей и унести с собой новые знакомства и яркие впечатления от форума. Алихан Лепшоков, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия, Махар. Современные технологичные и комфортные. В Карачаево-Черкесии, как и по всей стране, в рамках нацпроекта образования строятся новые школы. Одно из образовательных учреждений возводится в селе Учки-Кенмала Карачаевского района. Ученики-учителя с нетерпением ждут окончания строительных работ, чтобы получать знания в хороших современных условиях. Новый объект будет не только образовательной площадкой. Также здесь можно будет заниматься научно-практической деятельностью, творчеством, спортом. Словом для всестороннего физического и эстетического развития учеников. О том, что уже сделано и что еще предстоит, расскажет Алла Качаева. На сегодняшний день весь Малокарачевский район представляет собой одну большую стройку. Начиная вот с Красного Востока, вы были, там сейчас идет капитальный ремонт средней школы номер 3. В Первомайске новое строительство, это строительство нового дома к культуре, не типовой проект на 300 мест, а в конце этого года вводную эксплуатацию. Вот этот объект, где мы сейчас присутствуем, это самая большая стройка по республике на сегодняшний день среди школ. Строительство того самого крупного образовательного объекта республики, про который говорит Исмаил Семенов, началось в январе 2022 года. Решение о возведении новой школы в Учкекене на месте седьмой, которая пришла в неготность, принял глава Карачева Черкесии Рашид Темрезов в ходе своей очередной рабочей поездки в Малокарачаевский район. Учреждение было построено в 1959 году хозспособом. Мария Рамазановна Кубаева посвятила развитию образования несколько десятков лет. За эти годы седьмая школа стала ей родной. Это словами передать невозможно. Надо было видеть, когда начали фундамент, мы друг другу как сенсацию сообщали. А потом несколько человек приходили, смотрели, потом вот работающие здесь с нами. Нас уже в лицо знают. Седьмая школа в селе Учкекене имени Бориса Узденова будет рассчитана на 960 ученических мест. Строительство нового среднего учебного заведения ведется в рамках реализации национального проекта образования. Здесь будут актовые спортивные залы, современные кабинеты, уютная столовая, игровые зоны для продлёнки и библиотека. Всё это для максимального комфорта и эффективного обучения детей. А пока ученики седьмой школы Учкекена будут получать знания в соседнем селе Первомайском. Объект планирует встать в эксплуатацию в 2023 году. В этом году у нас первый этап строительства. По этому первому этапу строительства у нас на сегодняшний день выполнено около 56% работы. У нас три блока. Из этих трёх блоков у нас блок Б уже второй этаж полностью омоналичен. Блок А, блок В. Первый этаж полностью. Возводим сейчас второй этаж. И у нас блок А состоит из двух спортзалов. И тут практически уже работа осталась немножко. Сейчас мы уже заполняем все проёмы, все стены. И у нас, даст Бог, через несколько месяцев уже полностью переходим на отделочные работы и на монтаж всех коммуникаций. Также в Малокарачаевском районе активными темпами идёт подготовка школ к началу учебного года. Во всех учебных классах идёт косметический ремонт. Интерактивные классы, спортзалы, больше смахивающие на профессиональные комплексы, просторные кабинеты и безбарьерная среда. Словом, все условия, чтобы учебный процесс проходил на высшем уровне. А вот в эксплуатацию новой школы в селе Учки-Кен – это ещё один шаг к ликвидации двухсменного режима обучения в Карачаево-Черкесии. Власти уверены, что этот объект станет не только местом для получения знаний, но и площадкой для личностного роста, полезного досуга и культурного развития. Алла Качиева, Расул Вердеев. Вести Карачаево-Черкесия. Малокарачаевский район. Республиканская столица готовится празднично отметить в сентябре основные торжества в честь столетия Карачаева-Черкесии. Благодаря работе специалистов городского отдела, наружной рекламы, облик Черкеска в последнее время значительно преобразился. С улиц уже удалены около 600 незаконных конструкций различного типа. В очередном рейдовом мероприятии принял участие наш корреспондент Артур Мхце. В Черкесске с каждым годом становится все меньше оляпистых, портящих облик города рекламных сооружений. В этом можно убедиться, посетив различные улицы региональной столицы. Понятно, что большинство предпринимателей против подобного отношения к своей, как они считают, собственности. Однако надо понимать, что почти все конструкции рекламного характера, размещенные в Черкесске, не соответствуют требованиям 38-го федерального закона о рекламе. Чтобы согласовать рекламную конструкцию, надо обратиться в мэрию. Мы выдадим ряд документов, на основании чего будем согласовывать вам вывески. Баннера, наклейки, тканевые изделия запрещены законом. В преддверии основных сентябрьских торжеств по случаю юбилея Карачао-Черкесии в городе активизировалась работа по наведению порядка в сфере наружной рекламы. На этот раз очередь быть демонтированными наступила для сооружений на улицах Международной и Калантаевского. Например, этот чит салона красоты стоит в центре Черкеска в непосредственной близости от проезжей части и создает помехи участникам дорожного движения. Несколько лет назад его незаконно установили по Калантаевскому. И вот успевшая выцвести металлическая конструкция через несколько минут демонтажных работ перешла в разряд лома. А эти баннеры по Международной постоянно отвлекали водителей от контроля за дорожной обстановкой на довольно узком и небезопасном участке улицы. Спустя некоторое время после выданного собственнику предписания данная реклама стала мусором. Впрочем, согласно правилам размещения конструкции подобного типа, она была им и до демонтажа. Было выдано более 250 предписаний за первое полугодие, более 450 демонтажных работ. И помимо этого проводились рядовые мероприятия по указанию главы города. И было убрано на основных улицах более 150 незаконных рекламных конструкций. Как говорят специалисты мэрии Черкеска, наведение порядка в сфере наружной рекламы будет продолжено и после праздничных мероприятий. Красивый облик города остаётся в приоритете. А значит, на улицах должно быть место лишь тем рекламным конструкциям, которые согласованы и выглядят эстетично. Артур Махце, Алибастанов, Висти, Карачаев, Черкесия. Людей, разменявших девятый десяток, принято называть долгожителями. Ну а особое отношение к людям золотого возраста в нашей стране является чуть ли не элементом национальной идеи. Поздравление за подпись у главы государства Владимира Путина на свой 90-летний юбилей получила и наша землячка, жительница аула Кызыл-Октябрь Самуш Мукаевна Качкарова о юбиляре и о её непростой судьбе в материале Ахмата Халкечева. Поздравить долгожительницу с большими юбилеями, передать поздравительный адрес президента, приехали заместитель главы администрации Зеленчукского района Ирина Соломахина, представитель управления социальной защиты, пенсионного фонда и глава сельского поселения Эмир Иркенов. Самуш у нас одна из таких уважаемых матерей в ауле и я хотел бы, во-первых, пожелать ей здоровья, крепкого, долгих лет жизни. Вот такие мероприятия, на мой взгляд, служат тому, чтобы подавать пример подрастающему поколению, уважение к старшим, уважение к матери. Они молодость своего дали во имя светлого будущего в поколении нынешних и грядущих, спасли мир от фашистской чумы. Ну а дабы в победу неимоверной ценой, из руин поднимали и заново отстраивали страну. И только живая память благодарных потомков может сберечь нас от повторения трагедий и ужасов, выпавших на долю наших старших, отметила Ирина Анатольевна. Они трудились для того, чтобы всё у нас было хорошо, поэтому дай Бог им здоровья всем, всем дай Бог здоровья, чтобы они всегда были светильниками для нас, для всех и давали нам пример, чтобы мы не забывали никогда о тех трудностях ихнего времени. На годы молодости Самуш Мукаевна пришлись великие потрясения начала 20-го столетия. И когда началась Великая Отечественная война, ей не исполнилось ещё и 9 лет. Ну а в марте 44-го года семью Самуш, как и весь балкарский народ, сослали в суровые степи Средней Азии, куда ранее также были высланы карачаевцы. Со своим супругом Ахматом Хаджимуратовичем Качкаровым Самуш познакомилась в период ссылки. Я очень люблю свою бабушку. Пусть она всегда будет здорова, пусть она все время улыбается, пусть она продолжает радовать всех своим присутствием. Самуш Мукаевна со своим супругом воспитали трёх сыновей и шестерых дочерей. Сейчас у долгожительницы 20 внуков и 25 правнуков. Так как у самих супругов не было возможности получить нормальное образование, они задались целью выучить всех своих детей. Мои родители дали всем нам образование. По сей день мы все работаем в разных отраслях, живём по всей России в разных городах. И где работаем тоже вроде бы не на плохом счету. Героическое поколение Самуш Мукаевна уникально ещё и тем, что помимо всеобщего подвига в период лихолетия, судьба им также подарила возможность стать свидетелями успехов и побед своих детей, внуков и правнуков. Ахмат Халкищев, Расул Бердеев, Вести Крачаево-Черкесия, Зеленчукский район. 70-летний юбилей отметил известный художник, дизайнер, конструктор, академик Академии наук, культуры, образования и бизнеса Кавказа Казбек Французов. Казбек Хусеевич – один из немногих наших земляков, окончивший легендарное Ленинградское высшее художественное училище имени Мухиной. И, безусловно, Альма-Матер наложила свой отпечаток на всё его дальнейшее творчество. О жизненном и творческом пути мастера в материале Белодезаевой. Сама озвученная фамилия этого мастера – французов, как будто бы была специально призвана для того, чтобы служить творчеству. Но с самого первого дня, когда у юного Казбека созрело решение быть художником, он встретил сопротивление. Его отец был сапожных дел мастером. И для начала хотел, чтобы сын стал подмастерьем. Да и просто бы выбрал мужскую профессию, а не рисовал бы картины. Но чуть дальше на жизненном пути художника встретился человек, который утвердил его в правильности выбранной профессии. Это был его школьный учитель. Хоть и не хвалил он Казбека, как говорится, в глаза, но потенциал его увидел. При мне он никогда не говорил, что хорошо делаешь. Он всегда говорил, ну ладно, еще поделай, может, что-то научишься еще. Примерно так. А как это было его воспитание? Казбек Усеевич – своего рода уникальный художник. Он любит экспериментировать. У него нет какого-то традиционного жанра или направления. Сам мастер выражается словом «всеядный». В его коллекции портрет и пейзаж, и натюрморт, и исторические работы. А также мастер разнообразен в своем техническом исполнении. И даже по большей части Казбека Французова можно назвать дизайнером. Его авторские проекты не раз становились лауреатами и победителем международных конкурсов. В частности, проект мемориального комплекса, посвященный депортации карачаевского народа, на международном конкурсе в Женеве удостоился главного приза. Вообще, тема переселения родного народа занимает одно из центральных мест в творчестве Казбека Французова. Наше переселение угробило много у талантливых людей. Из тех 22 тысяч детей, сколько бы еще родилось из этих талантовых. И те, которые мы сохранились, вот эта плеяда, которую сейчас весь художественный союз здесь держит, это в основном те, которые там родились. А теперешняя молодежь какая-то такая стала более свободная и видят, как мы утужимся, и не могут понять, как можно так жить. Казбек Хусеевич, без сомнения, является одним из выдающихся представителей в творческой плеяде карачаевских художников, внесших большой вклад в развитие художественной культуры нашей республики. Практически на всех полотнах и декоративно-прикладных работах этого мастера читается, как прошлое и настоящее Кавказа с его величием, так же его современный мир, навеенный самой жизнью. Я бы мог остаться в Питере, у меня были возможности, по моим творческим способностям, у меня и работа там была. Вместо того, чтобы многие там оставались, ну вообще люди любят комфортное место, правильно? У меня возникла такая идея внутри, у нас же такое выражение есть, надо быть на своей земле чем подметкой, чем в чужой стране султаном. Одно из заветных желаний этого художника является коллекционирование. Был бы очень обеспеченным человеком, собирал бы произведения искусства для последующих поколений. И главное, организовал бы музей, говорит Казбек Хусеевич. Ведь именно культурное наследие делает нас народом. Была Джозаева Алибастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Всего вам доброго и до встречи. Умею и хочу учиться. Поэтому с 10 класса я в университете работаю с настоящими учеными. Заканчиваю школу нового типа в ИСКФУ и собираюсь стать студентом. Стать студентом. И хочу стать студентом. Прием в школу нового типа в самом разгаре. Ортопедический салон предлагает средства реабилитации, изделия для позвоночника и суставов, компьютерная диагностика стоп, изготовление индивидуальных стелек, детская и взрослая ортопедическая обувь. Черкесск, улица Кавказская, 37, торговый центр «Панорама». Пятигорский государственный университет продолжает прием на различные программы высшего образования на очную, вечернюю, заочно-станционную формы обучения. Завершение приема документов для сдающих внутренние вступительные испытания 23 августа. Для поступающих по результатам ЕГЭ 26 августа. По трем направлениям подготовки, организация работы с молодежью, сервис, социальная работа имеются вакантные бюджетные места. Завершение приема документов 25 августа. Также продолжается набор на программы среднего профессионального образования после 9 и 11 классов средней школы. Поступай правильно, поступай в ПГУ. Ангстрем, Ангстрем. Хочу перемен. И новую мебель. Все в современном стиле. Капсульная коллекция мебели Ангстрем – это единый стиль в каждой комнате. Ангстрем. Дом меняется, жизнь обновляется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова